Среди лауреатов три владельники Гран-при, но вручением статуэток, дипломов и подарунктов во врачистой обстановке проект не закончился. Для лучших, лучших, первый национальный канал белорусского радио подрихтовал сюрприз-ротацию на ФМ-хвалях, а так само их выступления можно будет увидеть на телеканале «Беларусь-3». Я просто в восторге от такого звания, что мне присвоили звание владателя Гран-при. Эмоции просто переполняют, вулкан эмоций. Мне было чуть-чуть страшно выступать, но все равно я знаю просто одну фразу, что страх – это главный враг вокалиста. 11 сезон проекта проходил с красавика по май у 7 номинациях и собрал 557 заявок. От юных выканавцев эстрадные и народные песни, музыкантов-инструменталистов и вокалистов-классиков. Подчас трех этапов прослуховывания выступлений удельников оценивали эксперты на чале с народным артистом Беларуси, мастацким кировником ансамбля народной музыки беседа Леонидом Захлеуным. Из года в год уровень конкурсантов растет. И членам жюри становится все тяжелее и сложнее выделять наиболее ярких, может быть, исполнителей. Но это говорит о том, что уровень профессионализма у нас поднимается из года в год. Я хочу отметить, что это действительно уникальный конкурс, потому что это трехтурный сложный марафон, который требует не только профессионализма, но и психологической подготовки. Первое – умение рассчитать репертуар, где выстрелить, как пройти дальше и как поставить финальную точку. Выдержать действительно психологически всю программу, очень многоплановую, разножанровую, и подвести себя с наилучшими силами к третьему туру. В этом году была уникальная возможность, возможность выступления с оркестром. Проект «Молодые таленты Беларуси» проводится с 2009 года. За весь час им приняли удел больше за 3000 выканавцев и коллективов.